Добрый вечер! Основные события дня экспертной оценки в ближайшем часе. Дмитрий Медведев впервые выступил перед Госдумой в качестве главы Кабинета Министров с докладом о его деятельности за прошлый год. Федеральная миграционная служба пойдет в наступление на мигрантов с новыми полномочиями. Врачи заплатят за свои ошибки. И Госдума решила, как содержать кошек и собак. Чтобы обсудить все эти темы, у нас есть около часа. Начнем с главного. Итак, Дмитрий Медведев впервые выступил перед Госдумой в качестве главы Кабинета Министров с докладом о его деятельности за прошлый год. Много чего было сказано. В частности, о проблемах ЖКХ говорилось. Говорилось также о жилищной проблеме, о ДТП, о пенсиях, о проблемах сиротства, о повышении качества жизни, о судебной системе, о повышении эффективности госаппарата и так далее. Тем много вопросов к выступлению Дмитрия Медведева. Его тоже было много. Но поскольку глава правительства отвечает в стране за экономический блок, в основном об этом мы сейчас и поговорим с известным экономистом, директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы в целом оцениваете доклад Медведева? Как демонстрацию полного ничтожества Государственной Думы, перед которой можно говорить все, что угодно. В принципе, можно было даже не отливать в граните, как делает наш премьер, а отливать более просто, как делают обычные мужики. Государственная Дума тоже встретила бы это, с моей точки зрения, апплодисменты. Кроме, это Государственная Дума. Потому что выступление Медведева, ну а что он сказал-то? Давайте тогда по порядку. Вот, например, по ЖКХ. Все проблемы жилищно-коммунального хозяйства будем решать системно, опираясь на мнение людей. Мы 20 лет слышим уже. Хорошо. Еще перед выступлением Медведева, перед его отчетом, коммунисты говорили о том, что они постараются вынести вопрос о вотуме недоверия правительства. После, если я не ошибаюсь, Левичев, то есть глава справедливой России, сказал, что если начнется рецессия в сентябре, осенью, то они тоже будут инициировать вопрос о недоверии правительству. Ну, вы знаете, во-первых, они не решают ничего в Государственном Доме, решает другая партия. А во-вторых, я думаю, что перед тем, как что-то вынести, пусть даже без надежды на прохождение, все равно пойдут за разрешением. По крайней мере, их действия в отношении собственной оппозиции на три партии об этом свидетельствуют очень явно. Возвращаясь к господину Медведеву, ну, вы знаете, у меня сложилось ощущение, что он не знает, что у нас в феврале был экономический рост 0,1%. У меня сложилось ощущение, что он просто не знает, что у нас в январе и феврале был промышленный спад, и только по итогам марта, благодаря росту, которому экономисты не могут найти объяснение, вернее, экономическое объяснение не могут найти, политическое найти могут. Да, у нас промышленного спада в первом квартале не было. Правда, промышленного роста не было тоже. То есть в нуле разошлись? В нуле, да. Чтобы Медведеву не портить картинку в Государственной Думе, у меня есть ощущение, что Медведев не знает, что у нас идет сокращение экспорта в первом квартале на 5,6%. Что у нас при цене нефти, которая была в том квартале отчетливо выше 100 долларов за баррель, это дефицит бюджета федерального и прочие-прочие радости. У нас, причем, видите, какой-то бессвязный набор слов. О динамике пассажира потока он говорит, потому что он позитивный. А о динамике грузооборота, который для экономики в тысячу раз более важен, он не говорит, потому что он негативный. Я совсем не уверен, что это он не говорит. Ему даже он почитал. Михаил Геннадьевич, ваши прогнозы какие? Вот вы сказали, то плохо, это плохо. В целом, какой прогноз позитивный, пессимистический? Прогноз на что? Прогноз чего? Экономического развития России. Ну, хотя бы на ближайший год. В этом году у нас сохранится относительная стабильность. Мировой депрессии, о которой господин Медведев говорил, все-таки пока еще нет. Нефть, хоть и упала ниже 100 долларов за баррель, но это все равно достаточно. Поэтому в этом году некоторая стабильность сохранится. Экономика фермера будет процентов 2. Я думаю, что все-таки будет это достаточно красиво. А промышленный рост будет чуть выше. Инвестиционного роста почти не будет. Ну, если, конечно, не устроят приватизацию и не оформят распродажу государственной собственности, как инвестиции, тогда, конечно, нарисовать туда. Реальные доходы населения будут за счет Абрамовича и прочих олигархов. Основное массовое население будет продолжать вбеднеть, но в статистике это не отразится. Инфляция у нас в этом году выше, чем в прошлом году. И даже по итогам года, в общем-то, если снижение будет, то снижение будет незначительным. Так что это будет последний год стабильности. А дальше при таком премьере и таком правительстве, снова вице-премьерском, конечно, корпусе таком, мы сорвемся. Знаете, Медведев рассказывает опять про приличие предпринимательства. Это рассказывает человек, который только что учинил буквально резню малого бизнеса в России. 300 тысяч индивидуальных предприятий за один квартал закрылись, и процесс закрытия продолжается. Вице-премьер правительства Медведева, Голодец, рассказывает, что так и надо, они должны платить, даже если у них нет денег. А товарищ Медведев рассказывает в Государственной Думе о том, что предпринимательство это очень хорошо. И вот все эти слова с 87-го года, которые мы слушаем. Спасибо. С нами был Михаил Делягин, директор Институт проблем глобализации. К нам присоединяется Михаил Старшинов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальности фракции «Единая Россия». Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вот только что Михаил Геннадьевич Делягин очень резко отозвался о докладе премьер-министра сегодняшнем. Каковы ваши впечатления? Ну, в какой-то части я разделяю подобную точку зрения. Например, то самое решение, которое коснулось малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, оно, конечно, на мой взгляд, было неверным. И на самом деле я не очень понимаю, когда все-таки оно будет решено. Хотя это обсуждалось и на площадке Российского народного фронта, совершенно четко позиция высказана. И этой организации, которую я в том числе представляю. Вот завтра будет чтение по тоже достаточно шумному, резонансному закону о рыбалке, так называемой, когда опять правительство, несмотря на прямые обещания президента во время избирательной кампании оставить рыбалку бесплатно, все-таки все равно внесли, значит, вот это... Михаил Евгеньевич, вот возвращаясь к сегодняшнему... Ну, в общем, есть время, время, перевод времени. Я хочу сказать, что, ну, в общем, конечно, премьер-министру определять нужно работу, но вопрос по времени, на мой взгляд, я считаю, что это тоже решение, которое стоило бы не только... Михаил Евгеньевич, ну вот по поводу времени, на самом деле, мнение людей разделились пополам, и, на мой взгляд, это не самая большая проблема, которая сейчас перед страной стоит. Вот возвращаясь к сегодняшнему докладу, что вам понравилось, что не понравилось? Из относительно небольших проблем складывается общая картина, вы понимаете? Тут сложно говорить о том, что у нас есть какая-то там глобальная проблема, которая стала бы новостью, например. Ну да, это, конечно, это рост экономики, конечно, надо заниматься реальным сектором, и мы много лет уже говорим о том, что необходимо отказываться от так называемой нефтяной иглы. Ну, я не знаю, насколько здесь мы продвинемся вот с этим кабинетом министров. Пока я, насколько понимаю, там каких-то прорывов на этом направлении не было, но надеюсь, что будут. Этот вопрос я Михаилу Делягину тоже задавал, очень интересно ваш ответ услышать. Вот Левичев, господин Левичев из «Справедливой России» пообещал вынести вотом недоверие правительству, если осенью начнется рецессия. Вы поддержите эту инициативу или не поддержите? Ну, вы знаете, я все-таки хотел бы до этого не доводить. Я-то как раз призываю, чтобы у нас диалог с правительством происходил все время в таком режиме, чтобы оно заблаговременно и эффективно реагировало на те угрозы, о которых говорят, в том числе специалисты, о которых говорят депутаты Государственной Думы. Понимаете, а вот на сегодняшний день я пока, как вот было сегодня сказано, если я не ошибаюсь, что правительство сосредотачивается. Вот оно, наверное, уже скоро сосредоточится и заработает. Но если я не ошибаюсь, это в конце 19 века сказал Горчаков, канцлер, министр иностранных дел. Россия не сердится, Россия сосредотачивается с тех пор и сосредотачивается. Здесь она не молчит, да, было сегодня, по-моему, так сказано, если я не ошибаюсь. Хорошо, а что с тарифами-то делать, которые растут, несмотря ни на что, в том числе в ЖКХ? Знаете, это при всем уважении, но вопрос, я думаю, что это правильно адресовать. Вот как раз Кабинет министров, а не депутатов Государственной Думы, они определяют эту политику экономическую, в том числе политику государства в сфере ЖКХ. Об этом говорено-переговорено, но в основе не там. Несмотря, опять же, на прямые поручения президента исправить ситуацию. Спасибо. С нами был Михаил Старшинов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей от фракции «Единая Россия». Мы обсуждали сейчас сегодняшний доклад, с которым выступил премьер-министр в Государственной Думе. Мы прервемся буквально на полторы минуты и после перерыва поговорим о новых инициативах и новых полномочиях, которые могут появиться у Федеральной миграционной службы. Федеральная миграционная служба сможет проверять предпринимателей, использующих в качестве рабочей силы мигрантов, без согласования с прокуратурой и даже в отсутствии самих предпринимателей. Соответствующие поправки в законоправовом положении иностранных граждан внесли в Госдуму депутаты Алексей Журавлев «Единая Россия» и Сергей Жиригарев от ЛДПР-депутата. Эксперты считают, что поправки могут усилить произвол в отношении как мигрантов, так и российских граждан. Согласно действующему законодательству, Федеральная миграционная служба обязана известить прокуратуру о планируемой проверке в течение 24 часов. Однако уведомление носит обязательный характер и без получения ответа от прокуратуры ФМС не имеет права начинать проверку. Во время проверки должны присутствовать собственники помещения или его арендаторы. Кроме того, прокуратура обязана уведомлять собственников помещения о предстоящей проверке. «Это же абсурд все равно, что предупреждать преступника о том, что его собираются ловить», — заявил Алексей Журавлев. «Я сам несколько раз присутствовал на такого рода проверках и видел, как представитель ФМС демонстрирует 200 коек и 20 живущих на них гастарбайтеров. А где все остальные — непонятно». Интересная инициатива. Неделение Федеральной миграционной службы новыми полномочиями. У меня, естественно, есть вопрос к вам, к нашим слушателям. Телефон в студии 6510996, код Москва 495. Итак, звоните и комментируйте, высказывайтесь, что надо сделать, чтобы регулировать миграционные потоки. К нам сейчас по телефону должен присоединиться Вячеслав Александрович Поставнин, президент фонда миграции 21 век. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к инициативе вот этой вот наделить Федеральную миграционную службу такими полномочиями? Ну, знаете, со скепсисом, честно говоря, недоверием. И вот почему. Ну, во-первых, было уже это, все проходили. ФМС был в системе МВД. Пожалуйста, были все возможности, оперативные всякие средства, силы средств. Можно было операции проводить оперативные любые. В общем, все было в распоряжении ФМС. Да, это была структура МВД. И что мы получили? Нет, сказали они. Так, с вами как мы этим. Так, дальше жить нельзя. Нам надо отделяться самостоятельной структурой. Она должна быть гражданская. И вообще не нужно никаких нам оперативных средств. Прошло время, да. Оказывается, нет. Нам не хватает опять сказать, что мы выходили оттуда из МВД, системы МВД. И дальше, если следует этой логике, тогда давайте Роспотребнадзор тоже. Дадим возможности проверки делать через Беспокуратуру. Давайте потом проговорим инспекции там. И пошло, и поехало, да. Мы что, хотим из всех таких органов сделать спецслужбы, что ли, какие-то? Ну, получится примерно так. Ну, это первый шаг, да. Сначала это, потом дайте нам полномочия там или функции там, оперативно-разрастные. Дайте нам еще. И все, мы будем всех слушать, проверять. Вот. Ну, ребята, ну что мы делаем? Надо окончательно определиться. Либо мы регулируем миграцию, либо мы боремся с миграцией-то, с мигрантами. Ну, вот в чем дело здесь. Миграция должна отменить, как во всем мире, служить развитию. Либо срабатывать ее. Вячеслав Александрович, я попрошу вас остаться на линии. У нас есть звонок телефонный. Алексей, здравствуйте, вы в эфире. Да, добрый вечер. Здравствуйте. С тем, значит, личное мое отношение по поводу всех законов. Законы всех хорошие. Такие, плохие, и разные, да. Но у нас, я считаю, что здесь не будет некой персональной ответственности, как, допустим, участкового на полиции, да, что-то случилось, его начальство, собственно, за это наказывает. Или там какой-то выговор, допустим, да. Что он должен знать, что происходило. А так это будет происходить, ну, скажем так, очевидно, информация будет вытекать не из прокуратуры, а из УМС, да. Потому что ей понятно, что, как бы, это практически рабскую силу, это выгодно нашим предпринимателям, еще дело идет оттуда. А по поводу предупреждения и предупреждения, я считаю, что тут ничего страшного. Почему? Потому что если взять, не знаю, американскую иммиграционную службу, да, там вот не дай бог попаться двум службам, я просто там шел 4 года, иммиграционная служба и АРС, то есть налоговая служба. Останавливать все это дело со 25-го, да, достаточно мощная структура, которая вылавливает незаконных иммигрантов и так далее и тому подобное. Ну, опять же, если не будет вот персональной ответственности, там, допустим, такое районное отделение, если нашли, это было нескрытое, поговорили и не настучали, ну, так оно и будет. Собственно говоря, вот такое мнение. Спасибо. Спасибо вам, Алексей. Вячеслав Александрович, что скажете? Ну, вы можете мне еще сказать, связь была не очень хорошая, можете мне буквально двух словах сказать, что он сказал, я кое-что слышал, кое-что не очень. Ну, он сказал, что нужно вводить некую персональную ответственность, но только непонятно кого. Ну, видимо, вот как участковых, может быть, таких инспекторов завести в федеральной иммиграционной службе? Вот, вы знаете, вот это уже ближе к делу, да? Действительно, нам не хватает персональной ответственности. Люди должны отвечать за свою работу. А то у нас получается, что, ну, давайте еще это сделаем, давайте еще, дайте нам еще полномочия, дайте еще функции. А надо спрашивать, где результат-то? У вас было полномочий много, денег вам дали много вообще. Где, где, где результат? Результата нет. Значит, что? Надо вообще принимать решения такие, кадровые решения там, какие-то другие решения. Ну, нельзя же постоянно там требовать полномочий и денег. Но, с другой стороны, Вячеслав Александрович, согласитесь, вот периодически и по телевизору мы видим все эти картинки, когда федеральная иммиграционная служба, вот в недавнем случае в Петербурге, огромное количество нелегалов выловило. Несмотря на все предупреждения за 24 часа, как и положено. Ну, слушай, вот вопрос, да? А откуда они взялись у нас нелегалов? Вот вопрос в чем? Может быть, здесь посмотреть внимательно. Откуда у нас берутся? Это же без следовием уже очевидно. У нас безвизовый въезд. Первое. Из этого сразу надо исходить. Если у нас безвизовый въезд, люди к нам приедут. Безвизовый въезд – это что значит? Это мы открыли дверь и сказали, приезжайте. Они приехали. Что мы им делаем? Мы говорим, не, а у нас квота. И 10 дней там вам на то, чтобы зарегистрироваться. Не успели, не получили. Все. Вы нелегалы. Они даже об этом не знают. И становятся нелегалами по неволе. Дальше что мы делаем? По закону мы должны выдворять. Сколько мы депортируем людей? Вы знаете, 30 тысяч в год. Со странами СНГ у нас нет договора о реадмиссии? Ой, господи. Вы знаете, что такое реадмиссия? Не дай бог нам ей пользуются. Реадмиссия – это значит, мы их должны депортировать за свой счет. А может быть, за счет тех стран, откуда они приехали? Нет. Если вы говорите про реадмиссию, то за свой счет. Депортация вообще происходит за наш счет. Она и так, и так за наш счет происходит. Она и так, и так за наш счет происходит. Депортация. Нет, выдворение есть еще. Выдворение. Это за счет их людей. Депортация как бы принудительная и контролируемая выдворение. А есть просто выдворение по суду. Он приносит билет, показывает билет, ему отдают паспорт, и он должен выехать сам. Сам ему покупает билет, мы ему не платим. Но что происходит, кстати, с этой категорией? Они потом билет идут, задают обратно и остаются здесь. Ну, все-то смешно. Понимаете, имитация. Мы должны выдворять или депортируть по миллиону в год. Минимум, а лучше по два. Вот это будет реальная борьба с нелегальной миграцией. А 30 тысяч в год – это просто смех. Это просто имитация без деятельности. Вот в чем проблема. То есть мы не работаем системно. Мы принимаем решения, которые не требуют никаких. Ни умственных затрат. Ничего. Никаких затрат вообще. Просто взяли и решили. Давайте без прокуратуры. Ну, давайте. И что-то мы тебе изменимся. Абсолютно ничего не поменяется. Спасибо. С нами был Вячеслав Александрович Поставнин, президент фонда миграции 21 век. По телефону к нам присоединяется Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданской содействии, член Совета и руководитель сети миграции и права. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы расцениваете вот эту инициативу наделить федеральную миграционную службу дополнительными полномочиями? Я считаю, что это бессмысленно. К сожалению, те полномочия, которые имеются, не выполняются. Вы сказали, что я присоединяюсь. Вот я действительно присоединяюсь, как уже сказал Вячеслав Александрович. Я согласна с тем, что те полномочия, которые имеются, не выполняются. У нас трудовые мигранты совершенно не обязательно должны искаться где-то в таинственных местах и нужно куда-то врываться, непонятно на каких основаниях нарушая право на жилище, на неприкосновенное жилище. Но это уже нарушаются права российских граждан, владельцев. Конечно, нарушаются права российским гражданам, это не дело. А достаточно прийти на стройку и посмотреть, кто там работает и как, и почему они там работают. Работают потому, что выгоднее, выгоднее недобросовестному работодателю. Это вот с 2002 года повелась такая практика. А когда в 2007 попробовали ее изменить, оказалось, что уже привыкли вот этот, понимаете ли, на бутерброд с маслом еще и то и крыто иметь. И очень трудно от этого отказаться. Надо с коррупцией бороться в этих органах. Это в первую очередь. Дополнительные какие-то полномочия, причем насильственных действий, это ни к чему не приводит. Это общеизвестно и абсолютно бессмысленно. Ну хорошо, а если эти повседневные... А нам, кстати говоря, нашу организацию так посещали. Светлана Алексеевна, вот если бы сейчас отойдем чуть-чуть, вернемся в нашу тему, да все-таки эти поправки будут приняты. К чему это приведет, на ваш взгляд? А вот ни к чему хорошему, на мой взгляд, и не приведет. Приведет к тому, что выборочно будут проверяться организации. У нас был такой пример, когда по, так сказать, по инициативе одной дамы, с которой мы пытались бороться, поскольку она именно вывозила нелегальных мигрантов и использовала рабский труд, раздавая их тут экзотическую прислугу из Филиппин. И к нам обратился филиппинский консул по этому поводу. Она тут же направила на нас миграционную службу. К нам ворвались, в наш подвальчик. Очень удивились, обнаружив компьютеры, а не какую-нибудь швейную мастерскую. Просили, кто мы такие, кто нас знает. Ну, сказали на стенку, сказали, один человек знает точно. Это была благодарность Путина. После этого они тихонечко ушли. Светлана Алексеевна, хорошо, тогда на ваш взгляд... А вот эту даму, кстати говоря, так и не прищучили. Светлана Алексеевна, что надо делать, чтобы все-таки урегулировать нам ситуацию с мигрантами, и с легальными, и с нелегальными? Потому что, конечно, раздражение в обществе, тем количеством мигрантов, которые сейчас есть, очень высоко. Раздражение в обществе потому, что нет защищенности нашего трудового рынка. Ну, действительно, нужно... А нет защищенности потому, что заработодатель не требует, чтобы он и этому самому мигранту тоже платил достойную зарплату, обеспечивал его жильем и обеспечивал его медицинским обслуживанием. Нам, между прочим, опять же могу, как пример, перевести, я же работодатель, нам отказали в одной квоте, единственной, которую мы просили на переводчика из тюркских языков, на том основании, что мы не написали, что мы обеспечиваем его жильем, а мы обеспечивали его зарплатой. Не очень высокой, но достаточной, чтобы комнату снимать. Понимаете? И вот, а при этом покупаются квоты в невероятном совершенно количестве, и потом этими квотами торгуют. Что и при этом... Ну, хорошо, если есть квоты, это уже не нелегальная миграция. Мы-то сейчас говорим как раз о тех работах... Она нелегальная возникает из-за того, что те, кто не могут купить квоту, а хотят честно работать, оказываются нелегалом. Но почему? Была же история... И квот должна соответствовать необходимости. Светлана Алексеевна, ну была же история, когда мигрантам предлагали, вернее, их работодателям купить патент. Там совсем недорого, около тысячи рублей, если я не ошибаюсь. И все, и пусть он работает. Давайте не будем путать. Патент может действовать только для тех мигрантов, которые работают в частном секторе у физических лиц и на работе, которая этому физическому лицу не приносит выгоды. То есть я могу так взять наню, могу повара, там, уборщицу, садовника, даже могу взять строителя для себя дачи, но не той дачи, которую я потом буду продавать. Ну, прекрасно, это огромная армия. Вот этих строителей сейчас летом и весной появится армия целая. Да, совершенно верно, ну и хорошо, пусть появится, если частные лица таким образом будут обеспечивать себе вот такую поддержку. Домашняя работа, пенсионеры, которые не могут много платить помогающим им сиделкам и так далее. Прекрасно. То есть я очень даже за патент, но за использование его по назначению. А когда человек патент имеет только для того, чтобы на улице его милиции показывать, а на самом деле на стройке работает, то есть на самом деле незаконно используется этот патент, кто в этом виноват, кто в этом виноват работодатель, которому выгоднее заплатить той же миграционной полиции, когда она к нему является, чем оформлять людей законно. Ну вот есть все законы, а даст этого вполне достаточно. Давайте пусть сначала у нас заработают законы, которые есть, а потом мы будем что-то ужесточать для того, чтобы кто-то на этом еще и нажился. А мигранты, как всегда, оказываются самым последним и самым страдающим звеном в этой всей длинной цепочке. Спасибо. С нами была Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданской соводействия, член Совета и руководитель сети «Миграция и права». Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся буквально через полминуты. Пациенты, пострадавшие от ошибочных действий или бездействия медиков, смогут получить солидные материальные компенсации. Такой законопроект вынесло на общественное обсуждение Министерства здравоохранения. Предполагается, что пациенты или их родственники, которым удастся доказать факт врачебной ошибки, будут вправе рассчитывать на сумму до 2 миллионов рублей. Однако из-за коррупции, царящей в медицине круговой поруки, взыскать деньги будет практически невозможно, считают многие эксперты. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Телефон в студии 6510-996, код города 495. Если вы или ваши родственники, не дай бог, становились жертвами врачебных ошибок, пожалуйста, звоните, рассказывайте ваши истории. К нам присоединяется Алексей Старченко, юрист Лиги защиты пациентов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Скажите, какова сейчас система наказания врачей, если они допускают ошибку? На сегодняшний день это гражданский процесс в рамках наказания лечебного учреждения, как работодателя данного конкретного медицинского работника, либо это уголовное судопроизводство. Это реальные способы наказания, которые связаны с возмещением пациенту морального и материального вреда. Какие суммы фигурируют? Разные. Сейчас, слава богу, благодаря деятельности, в том числе Лиги защитников пациентов, эта сумма увеличилась. Есть и суммы 4, даже 5 миллионов рублей. А вот та сумма, которая фигурирует 2 миллиона, это что, фактически будет ограничен потолок выплот? В данном случае будет ограничен потолок, но не на все, я бы так сказал. Потому что в законе есть такая норма, что если материальные издержки будут больше, то лицо виновное в этом будет компенсировать в отдельном судебном процессе те издержки, которые превысят 2 миллиона. Вообще непонятно в законе, что это такое 2 миллиона. Понимаете, дело в том, что моральный вред не является той, в отношении чего обычно судятся люди. Люди обычно взыскивают моральный вред. Почему? Потому что перелечиваются они не в Европе, не в Швейцарии, понимаете? Перелечиваются они в наших советских же российских больницах, где у них не возникает материального вреда. Поэтому люди, как правило, судятся за компенсацию морального вреда. Потому что умер родственник, потрачены какие-то деньги. Эти деньги можно вернуть с точки зрения вот этих 2 миллионов. А моральный вред не является юридикой данного закона. И тогда непонятно, что это за выплата. Просто государство оценило жизнь и здоровье человека в 2 миллиона. Как оно оценивает, допустим, жертв катастроф авиационных в те же суммы? Понятно. Алексей Анатольевич, я попрошу вас остаться на линии. У нас есть звонок от слушателя. Ольга, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте большое вам. Спасибо за передачу. Я хотела бы задать вопрос вот как раз по существу. У меня случилась такая ситуация. 6 лет назад я делала у своего знакомого врача коронку. Ставила себе, ну, протезировала зуб. Вот. Ну, как бы все это было сделано очень, видимо, надрежащим образом. Я на протяжении 6 лет хожу, и каждый раз уже эту коронку мне приставляет. Оно мне не держится. В общем, что-то там происходит. Другой вопрос, что я, конечно, ходила к врачу, которого знаю давно, и записи у меня в медицинской карточке нет. Я так понимаю, что я не могу предъявить ему никакие претензии. Вот на будущее, вот мне скажите, если я куда-то опрячусь, вот что нужно для каких-то, ну, дальнейших исковых действий, мне, как потребителю услуг, любых, неважно, стоматологических это будут, еще какие-то... Да, понятно, понятен ваш вопрос. Как я должна грамотно поступить? Спасибо, Ольга. Алексей Анатольевич, вы услышали вопрос? Да. Во-первых, конечно, нужно озаботиться о медицинской документации. Нужно потребовать в письменном виде копию медицинской документации, которая вам обязана выдать в заверенном виде. То есть вы получаете документ, который можно предъявить на экспертизу. Ну, забегая вперед, нужно сказать, что вот такой случай, о котором ваша слушательница поведала, он не будет входить в юридическую данную закону, потому что мы, вернее, правительство искусственно выделяет группы. Ну, умерший, понятно, пациент, как бы, да, а вторая, третья, четвертая категория – это инвалиды. То есть закон… Те, которые стали инвалидами в результате действий врачей. Да, то есть закон подвиднет всех, кто недоволен оказанием медицинской помощи, бросится получить инвалидность, потому что без этой заветной корочки вопрос вообще не рассматривается. То есть сначала ты получаешь года три инвалидность, либо это коррупционный механизм. Дело в том, что, понимаете, инвалидность можно дать на полгода, да, за деньги, потом ее снять, но это уже будет основанием для попытаться получить компенсацию в размере, там, ну, полтора миллиона, миллион или пятьсот тысяч. То есть, конечно, закон в этом смысле не совершенен, он не защищает основную массовую группу пациентов, которые получают дефекты оказания медицинской помощи, различной степени тяжести. И мы, как правозащитники… Этому закону уже два года. Он то появляется, то исчезает с сайта Министерства здравоохранения. Вот. Ну, опять вот его реанимировали. Дело в том, чем он плох? Во-первых, он будет плодить инвалидов в нашей стране, потому что все бросится пытаться получить тоже инвалидность. Второй вопрос… Алексей Анатольевич, извините, а сколько вообще вот по вашей практике, часто ли происходят врачебные ошибки? Врачебные ошибки происходят часто. Если мы говорим… Вот, знаете, я вообще не хочу оперировать таким понятием врачебная ошибка. В моем понимании это не юридический термин, и в закон его вносить не нужно. Есть понятие дефекта оказания медицинской помощи. Дефектов по оказанию медицинской помощи по статистике Федерального фонда ОМС – это наиболее массовое оказание медицинской помощи, системы обязательного страхования – миллионы в год. Вот другое дело, что не все дефекты заканчиваются причинением вреда здоровью. И когда два года назад был брошен этот закон, мы говорили, нам не инвалидов надо плодить, а нам нужно определять степень тяжести вреда жизни и здоровью. Это делается обычным судебно-медицинским экспертом. Можно расширить этот круг. Существуют специальные таблицы, которые определяют легкой степени вред, средней степени, тяжкий вред здоровью. И тогда в зависимости от этого вреда выплачивать компенсацию. И не нужно никакие будут количества инвалидов. Иначе мы полстраны превратим в инвалидов. Понимаете? Спасибо. С вами был Алексей Старченко, юрист Лиги защиты пациентов. К нам присоединяется Христо Тахчиди, офтальмолог, член-корреспондент Российской Академии Наук. Христо Переклович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот сейчас, когда мы обсуждаем этот законопроект, много разговоров по поводу круговой поруки в медицинской среде. То есть вот своих не сдаем. Кто-то допустил ошибку врачебную, был нанесен вред здоровью. Врачи, которые в комиссии расследуют, сделают все, чтобы коллегу не сдать. Так ли это? Ну, на самом деле, вы понимаете, хорошо. Давайте мы вернемся к этому вопросу. Как можно оценить, допустим, квалификацию оказания помощи? Наверное, кроме профессионалов это никто не может сделать. Поэтому, когда это отдается в руки не профессионалам или профессионалам, скажем, слабой степени квалификации, но мы получаем совершенно обратную вещь. То есть мы не получаем эффективность в этой ситуации. Значит, если позволите, несколько слов буквально вот об этой идее. Речь идет о страховании от врачебной ошибки, я так понимаю. Да. То есть, ну, сама по себе идея, она, конечно, замечательная. Вот развитых системах здравоохранения, западных системах, она просто необходимый элемент самой системы. Что же касается нашего здравоохранения, то, извините, вот у меня такое ощущение, что от этого пользы не будет, скорее будет наоборот. Дело в том, что в нашем здравоохранении на сегодняшний день не хватает 150 тысяч врачей. Значит, введение вот такого элемента одного само по себе приведет к тому, что, скажем, давление на врачей, оно существенно возрастет и связано это будет с повышенной активностью как больных, там, недовольных тем или иным видом лечения, так и страховых компаний. Но, собственно, и риска врачебной ошибки резко возрастает при таком дефиците врачей. Вы понимаете, да. Тут вот такая, такая цепная реакция, потому что возникает естественный вопрос, а что такое ошибка? Значит, вы понимаете, что это тысячи разных диагнозов, болезней, там, десятки, сотни тысяч, и при каждой ситуации это должно быть четко очень прописано и понятно, что да, вот в данном случае это ошибка, а недостаток квалификации врача или отсутствие каких-то препаратов или оборудования и так далее и тому подобное. То есть в этой ситуации однозначно появляется другая тема защита врача. То есть врач тоже должен иметь право доказать, что это не его ошибка. То есть налицо ситуация, когда необходимо совершенно правовое решение вопроса взаимоотношения врача, пациента, лечебного учреждения, страховой компании. Значит, если не выпускать вот весь этот пакет правовой, то в принципе мы получаем совершенно однобокую ситуацию, которая приведет к достаточно активному давлению на врачей, и вместо 150 тысяч дефицита врачей мы будем иметь 300 тысяч. Будет от этого лучше здравоохранение? Не будет. Будет от этого легче больному или обществу? Нет, конечно. Поэтому в этой ситуации прежде всего надо приводить в порядок здравоохранение. это гораздо важнее. Нужно его восстанавливать и делать таким, чтобы в этом здравоохранении, то есть в системе отлаженной, четкой, так сказать, укомплектованной, оборудованной, технологичной, вводить уже вот эти элементы. Причем их вводить нужно целым пакетом. Это надо обязательно и правовую защиту, и страховую защиту, и врача, и больного, и лечебного учреждения. Потому что ситуации, они разные. И вы должны понимать, что врачевание, это вообще нестандартная ситуация. Нет ни одного похожего друг на друга человека. Также нет похожих болезней. Ну да, если врачу резко приходится не по специальности оказывать помощь, это тоже будет врачебная ошибка? Ну, в глубинке где-нибудь. Конечно, этой ситуации там, допустим, я не знаю, в самолете вот недавно мне приходилось оказывать помощь, потому что я единственный врач оказался на борту. Вот, хотя больной был кардиологический, я офтальмолог, ну а что делать? Выхода нет. То есть, и, понимаете, болезни меняются, меняются пациенты, экологическая среда. Поэтому вот то, что мы определим ошибкой сегодня, завтра может оказаться уже недействительным. Понимаете? Но ведь тут еще надо определять, в каком состоянии, собственно, был больной. Потому что могут быть сопутствующие какие-то эффекты. Безусловно. Поэтому это очень такие, скажем, ну, непростые вопросы. Поэтому вводить вот этот один элемент, это просто элемент дополнительного сфальмования врачебного сообщества. У нас на сегодняшний день и так колоссальная проблема. Вы посмотрите. Вы, допустим, направите своего там ребенка учиться в мединститут. Да? Зарплаты никакой. Да? Значит, профессиональная, моральная ответственность колоссальная. При этом еще будет там и страховая ответственность, и правовая ответственность. Ну, кто пойдет тогда? Ну, конкурс в медицинские институты, извините, большой. Да нет, это, к сожалению, не совсем так. И даже совсем не так. Но самое интересное другое, что после окончания медицинского института, вы знаете, что половина врачей по специальности не работает, да? Да у нас по полстраны по специальности не работает. Да, а почему не работает? Потому что, столкнувшись с реальным здравоохранением, когда они идут в клинике и видят вот то, что там делается, ну, в общем-то, многие, так сказать, решают уходить из специальности. А это, в общем-то, трагедия на самом деле. И поэтому вводить какие-то элементы, которые будут усугублять вот эту ситуацию, ну, наверное, это будет не самое удачное решение, на мой взгляд. Спасибо. С нами был Христо Тахчиди, офтальмолог, член-корреспондент Российской Академии Наук. Мы говорили о законопроекте, который вынесен на общественное обсуждение Министерством здравоохранения и подразумевает получение пациентами или их родственниками в случае проявления врачебной ошибки и получение компенсации на сумму до 2 миллионов рублей. Мы прервемся на некоторое время. Оставайтесь с нами. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 3 тысяч рублей за нарушение правил содержания кошек и собак. По большому счету, ничего нового, потому что еще в 1981 году были приняты нормы и правила содержания домашних животных. В частности, эти правила предписывают гражданам не допускать загрязнения лестничных клеток и лифтов, обеспечивать тишину в жилых помещениях, выгуливать собак с 7 до 23.00, а также запрещают избивать домашних питомцев, морить их голодом и выгуливать собак в нетрезвом виде. Уже смешно. Контроль за соблюдением правил будет возложен на полицию. К нам присоединяется Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы относитесь к штрафу такому? 3 тысячи рублей. Ну, я бы речь вела не о штрафах. Если это тот закон, которого мы уже десятилетиями ожидали, то мы, конечно, расстроены, потому что на закон возлагались гораздо больше требования, и мы думали, что, в принципе, закон должен проблему бездомных животных решить. Вот его главная задача. Ну, у нас еще огромное количество проблем с домашними животными. А это напрямую все связано, потому что проблема бездомных животных – это неотрегулированная проблема с домашними. Они не рождаются бездомными. И единые за безответственностью людей, они становятся таковыми. Ну, вот, а как быть в ситуации, да, есть тоже московский закон по этому поводу, что надо, например, собак в наморниках выводить. Собачники этого не делают. Что с пакетиками надо за собаками ходить. Собачники этого тоже, как правило, не делают. За редким исключением всех не будут обвинять. Ну, есть правило выголу собак. В принципе, как вы уже сказали, ничего не услышали. То есть закон-то должен работать на опережение и предлагать решение проблемы по многим сферам. Я уж не говорю о том… Да-да-да, я слушаю вас. Так, слышно, да. Я уже не говорю о том, что ожидалось, что закон будет регламентировать все пять сфер использования человеком-животным. Потому что их на самом деле пять. Это и животноводство, и пушное звероводство, и эксперименты, индустрия. Нет, мы сейчас о домашних животных говорим в Москве, в отдельно, конкретно взятом городе. Вот, знаешь, собачники… Ну, мне грустно от того, что все срелось под тапом и только в игру. А почему собачники не выполняют нормы, предписанные законом? Неужели так трудно убрать за своим питомцем? Ну, это общий уровень, да. Наверное, это общий уровень сознания людей. Наверное, надо воспитывать и через СМИ, призывать. Должна быть серия социальных роликов. Ну, то есть как во всем мире. Воспитывать людей, да. Естественно, мы за то, чтобы соблюдались все меры, предписанные. И это не будет рождать конфликты. Ну, конфликтов возникает очень много. И я был неоднократно свидетелем, когда идет на тебя человек с огромной собакой. Ну, даже замечание сделать страшно. А я абсолютно согласна. Я в таком же положении не один раз была. Ну, вот общий уровень сознания такой. Да, наверное, карательные механизмы. Ну, должны быть и предупредительные, и профилактические в виде. Вот сейчас предлагается возложить как раз карательные меры на полицию. То есть участковых, которых и так, которые загружены, ну, в лучшем случае выше крыши. И еще и эта норма. Я боюсь, что ничего просто не произойдет, все останется так, как есть. Да, я думаю, вы правы. А уж тем более, что касается уборки своим питомцам, то здесь вообще не создана предпосылка для того, чтобы проблема была решена. Потому что эти отходы, даже если их собирать за питомцем, они не утилизируются в общем потоке. Для этого должны быть специальные контейнеры, установленные по городу, а их нет. То есть даже если мы введем вот такой карательный механизм, отработать не будет. В дамской сумочке это невозможно нести, и потом это невозможно выкинуть. Нет, я вас понимаю, зато картина, которая возникает, когда сходит снег вот сейчас, просто великолепная. Да, я точно, я на вашей же позиции стою. То есть здесь вопрос, эту проблему решать со всех сторон. Спасибо, с нами была. Мне просто непонятно, почему только этого аспекта коснулись, потому что на самом деле проблем очень много, и хотелось бы проблему решить бездомных животных. Ну, о бездомных животных мы тоже поговорим, безусловно, только в одной из последующих программ. Благодарю вас. С нами была Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТа. К нам присоединяется Павел. Пожалуйста, Павел, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня короткое помещение по поводу этого закона. Как многие другие у нас принимаемые законы, штраф можно сделать не 3 тысяч, а 30. А можно 3 миллиона. Все равно никто не будет его брать. Как бы, если закон не исполняется, ну, зачем он такой нужен? Ну, вот мы только что об этом говорили, да. Ну, я не знаю, может быть, есть смысл фиксировать на мобильный телефон такие нарушения, потом нести в полицию, но вас тут же обвинят, не знаю, в стукачестве. У нас это быстро. И такой ярлык потом будет. Соседи любить не будут вас. И шины начнут прокалывать. Я готов смириться с таким ярлыком. Как бы это уходит в прошлое, на мой взгляд. И, по крайней мере, там моего окружения. Но это не примутрить. Скажу, что у меня телефон не сертифицирован, и я подделал запись. Понимаете? Это тоже не будет работать, к сожалению. Не мобильный телефон, не видеоконтроль. Это едва ли. То есть нужно, наверное, кого-то в муниципалитетах назначать ответственным за подобные дела, и им позволять взимать штрафы. Вот тогда, может быть, что-то будет работать. Ну, вот муниципалитеты тоже, я так понимаю, не особенно горят этим заниматься. Просто в силу разных обстоятельств. И людей у них нет специальных. Проще всего сейчас валить на действительно несчастных участковых. И в итоге, к сожалению, у меня нет статистики, сколько было уже штрафов выписано за нарушение собачниками правил содержания животных. Спасибо вам, Павел, за звонок. Мы продолжаем говорить о штрафах, которые предлагаются увеличить за нарушение правил содержания животных. Пожалуйста, звоните к нам в студию. Телефон 651099,6. Вопрос очень простой. Как вы относитесь к штрафам за нарушение правил содержания кошек и собак? На самом деле, ситуации разные. Даже в интернете очень много роликов, когда общественники пытались воспрепятствовать выгулу, скажу мягко, собачек в неположенных местах. И просили владельцев собак убрать за своими питомцами. Этого не происходило. Возникали конфликты уже между людьми. Такие конфликты, как мы все тоже прекрасно знаем, могут перерасти даже в столкновении, в кулачный бой. И не дай бог, кто-нибудь еще у нас достанет травматику. Но, тем не менее, очень любопытно посмотреть перечень нарушений, которые существуют с 1981 года и который сейчас будет подтвержден. В частности, владельцы кошек и собак не должны допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц. При этом загрязнение указанных мест немедленно устраняется владельцам животных. Ну, вот за 30 лет, собственно, почти ничего у нас не изменилось. Кроме того, владельцы собак и кошек должны соблюдать тишину в жилых помещениях, а также не допускать собак и кошек на детские площадки. Это тоже у нас, как мы прекрасно все знаем и видели, не соблюдается, к сожалению. То, что хозяева должны гуманно обращаться с животными, не выбрасывать их на улицу, не оставлять без присмотра и кормить их, это тоже, в общем, какая-то такая аксиома на самом деле. Потому что, если уж мы приручили кого-то, то, как известно, должны нести за них ответственность. К нам присоединяется слушатель Владимир. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вот живу на Рязаншем проспекте. Дом новый. В 2005 году заселились. Соседка внизу держит приют кошек, которые вот остаются, когда хозяева уезжают. Внизу вы имеете в виду в квартире? Да, в квартире. И вот выпускает на ночь этих кошек бегать по подъезду. Воняет весь дом. Ну, в общем, да. Она, как бы сказать, у нее справка, то, что она слегка, ну, как сказать, психически нездоровая. Понимаю, Владимир, вот, кстати, да, кстати, очень интересный пункт, вот, в тех самых правилах, о которых я сейчас говорю, это не допускать содержания собак и кошек в количестве больше, чем установлено, ну, тогда райисполковыми и горыисполковыми. Вот какое количество тут в документе не сказано, но думаю, что даже пяти кошек в доме вполне достаточно, чтобы доставить массу удовольствия всем соседям. Вызывали участкового, участковый приходит там раз в месяц, да, но сделать с ним ничего не может вообще. Вонь стоит просто страшная. Вот, на метро Рязанский проспект, это вот у нас. Ну, может быть, есть смысл, не знаю, санэпидемстанцию позвать? Ну, не гуманно согласен, но тем не менее, в общем, ответственность, конечно, должна быть на владельца. Спасибо вам за ваш звонок. Таких случаев, на самом деле, очень много, и не только с кошками и с собаками. К сожалению, владельцы или те, у кого живут кошки и собаки, на своих питомцев внимания иногда практически не обращают, как мы только что слышали. Потом, естественно, когда их выпускают гулять, появляется история с бродящими животными. Это уже головная боль тех самых общественных организаций, которые каким-то образом пытаются содержать животных в приютах, в каких-то специальных заведениях, чтобы только не отдавать их на живодерню. Кстати, о том, что стало известно, вот буквально сегодня еще о том, что на время Сочинской Олимпиады будет проведена в городе, в Олимпийской столице, своеобразная зачистка, и там как раз бродячих животных будут всех отлавливать. Не знаю, чем это кончится. В Москве эти компании, в общем, большого успеха не имели, хотя бы в силу того, что животных много, сил на их отлов, стерилизацию и изоляцию дальнейшую практически нет. И те деньги, которые на эти цели были ассигнованы, к сожалению, их просто не хватает. Кроме того, по правилам, которые сейчас утверждаются, выгул собак и кошек, в основном, конечно, собак, подразумевается в специально отведенных площадках. Такие площадки кое-где еще остались. Во многих местах, к сожалению, они были снесены. И, судя по всему, у местных властей, у префектур, у районов просто нет денег в бюджете. Такой статьи нет на создание таких собачьих площадок, где владельцы могут выгуливать своих питомцев. И ситуация, в общем, напоминает замкнутый круг. С одной стороны, есть требования закона, с другой стороны, их никто не выполняет. С третьей стороны, денег на какие-то мероприятия со стороны властей по организации специальных площадок тоже нет. С четвертой стороны, участковые, которые должны отвечать теперь по новому закону за соблюдение правил содержания животных, чтобы животные не загрязняли, как сказано в законе, улицы, мостовые, лестницы, лифты и так далее. У участковых таких сил просто физически нет. И ситуация, судя по всему, останется там, где она и есть сейчас. Я благодарю всех, кто принимал участие сегодня в нашем эфире. Всего доброго. До завтра. Берегите себя.